Новое слово в праздновании забитых трешек. Почти победный бросок Марка Белинелли, необычно отвлекающий маневр от Лукаса Нугейра. Обо всем этом и не только вы узнаете в сегодняшнем новостном выпуске Last Night. Погнали! Пожалуй, самая удивительная команда лиги продолжает творить настоящие чудеса на паркете. Если еще кто-то не понял, то речь идет о Memphis Grizzlies. Grizzlies привлекли к себе внимание любителей статистики совершенно аномальными цифрами. В концовках у Мемфиса 14 побед при 5 поражениях. А в тех матчах, где Медведи проигрывают от 1 до 5 очков, на последних 5 минутах 10 побед при 5 поражениях. Эти показатели очень тяжело поддаются осмыслению, учитывая, что атакующая составляющая команды всегда была отодвинута на второй план. Этот феномен завораживал своей таинственностью и все равно оказался чудом до недавнего времени. С тех пор Memphis отыграл 24-очковое отставание у Golden State, 15-очковое у Rockets и победил, кстати, в обоих случаях. Несмотря на то, что они имели дело с лучшими нападениями лиги. И сейчас уже сложно назвать игру Мемфиса аномалией, когда происходит вот такое. Объяснение подобной игре предлагается хоть и не самое изящное, зато довольно логичное. Последние минуты напряженной концовки – это время, когда гризли с их вязким баскетболом оказываются в естественной для себя среде. Тогда как их бегущие, более расслабленные соперники вынуждены приспосабливаться к замедленному темпу игры, приближающейся угрозе ошибок и акценту на позиционном нападении. В то время как медведи делают все то же самое, что и остальное время. Стараются, вымучивают удачные атаки, выкручивают руки в защите и ложатся ко сни в каждом моменте матча. Гризли с заточенной на минимум потерь, идеальную дисциплину на своей половине, отсутствие каких-либо панических настроений и достижение результата любым самым малопривлекательным способом. Теперь перейдем к Бостону и его лидеру. Кажется, между Аленом Аверсоном и Айзеей Томасом есть лишь одно различие – небаскетбольный бэкграунд эпохи. В конце 90-х на фоне философии саморазрушения, ощущения надвигающегося коллапса и яркости героизма в последний день нашей жизни сложно было представить более подходящего героя, чем убивающий себя наркотиками и алкоголем коротышка, который каждым кроссоверам посылал всех куда подальше. Никто не докапывался до него с идиотскими вопросами, все просто смотрели и кайфовали от каждого шага и жеста Аверсона. У Томаса есть главное, что отличало Ансвера – несгибаемая сила воли и готовность подставить свои малые габариты под любые удары. С обретением идеально подходящей для него философии и дополняющей его командой все это стало очевидно и позволило понять главное. Айзей не согласен быть читером в Лиге Больших Парней, он хочет являться ее частью и определять процессы. Томас вышел на пик сезона и вновь стал главным оружием Бостона, выдал феноменальные цифры, реализовал победный бросок с Атланты и заслужил новое прозвище. Но, к сожалению, мы живем во времена баскетбольного прагматизма, когда не столь важно, что и как, важен лишь итоговый результат. И Томас в последнее время слышит неуместные и очень обидные слова о том, что он не может играть в защите и с ним Бостону ничего не светит. Что ж, в таком случае можно только пожелать Айзее крепких нервов и еще больше побед, дабы поставить на место и заткнуть всех недовольных. Далее поговорим о Никс. Все команды существуют по двум сценариям. Либо они просто плохи, либо со временем они становятся немного лучше и куда-то двигаются. Но, слава богу, есть еще и Никс, для которых процесс построения команды представляется практически чудом. Нью-Йорк держался на плаву первые месяцы, удачно обыгрывая плохие команды. И болельщики готовились к тому, что какие-то позитивные процессы начнут происходить, и дальше все пойдет еще бодрее и веселее. Но это же Нью-Йорк. И тут внезапно закончились даже победы над плохими командами, и все погрузилось во тьму. Паразингис борется с травмами, но и Дженнингс не похожи на тех людей, которых Джексон хотел бы видеть в своей команде. Дерек Роуз просто пропал, а Кармела Энтони вновь уперсил бом в вопрос о будущем в Никс. И если дела Нью-Йорка действительно плохи, то Филадельфия с Эмбидом набирает все большие обороты. Центровой Филадельфии осознал, на что способен, и решил стать человеком года. Разносторонняя активность одновременно в интернете и на паркете просто не оставит другого выбора, если все это продолжится в том же темпе. И так началось все стандартно. Эмбид заглянул в инстаграм Чендлера Парсонса и выразил желание познакомиться вот с этой Кейт. Затем Филадельфия играла с Бостоном, так что он призвал всех местных барышень быть более активными. И то ли бостонские дамы действительно были активны, то ли еще что-то, но Эмбид резко переключился на то, чтобы вырвать себе место в старте матча всех звезд. Сделал так, как будто его поддержал Трамп. Дождался поддержки от Сэма Хинки, потроллил неодобрительно высказавшегося Уайтсайда, получил поддержку от Рестлера, спародировав его появление, и одновременно решил, что пора подтвердить заявку и результатами. И как итог из последних восьми матчей, 76-е выиграли шесть, в том числе два в незабываемом стиле. С Миннесотой это был победный Алиуп, который забросил Ковингтон. А Сникс Филадельфия отыграла 17-очковое отставание, а дальше уже МакКоннелл положил через Мэлла с таким видом, как будто он делал это каждый день. Конечно, без Эмби да во всем не обошлось, и теперь он уже намылился не только на матч всех звезд, но и в плей-офф. Так что соперникам нужно быть на готове, а нам остается только наблюдать, во что все это выльется. Теперь перейдем к более коротким и веселым новостям прошедших дней. Новое слово в праздновании забитых мячей принадлежит Нику Янгу. Энергичные взмахи Мошонкой в МБА еще не использовались. Хотя нет, использовались, но, пожалуй, не так энергично. Лукас Нугейра снимает шорты в каждом матче, чтобы как следует заправить Майку. Но после игры с Юта его экс-битционистский порыв оказался в топовых новостях. Своим телодвижением центровой Репторс отвлек Деррика Фейворса в процессе пробивания штрафных и попал в списки самых коварных людей НБА. А вот Рассел Уэсбрук продолжает бить рекорды. Все дело в том, что он настолько заточен на разнообразные показатели статистики, что даже в паузах не может себя остановить. Бывший игрок локомотива Делэйни был посвящен в баскетболисты. Несмотря на свой возраст в 27 лет, это никак не мешает ему оставаться в НБА новичком со всеми последствиями. Ну что ж, дорогие любители баскетбола, на этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, дабы быть в курсе всех самых свежих и горячих новостей из мира баскетбола. Также, если вам понравился выпуск, поддержите меня большими пальцами вверх. Подписывайтесь на канал и не забывайте добавляться ко мне в друзья ВКонтакте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok